Радость видеть вас и слышать. Тема нашей сегодняшней презентации – эстетические проблемы кожи, как наш уникальный препарат Лугелла. Минеральный комплекс влияет на эти проблемы. Лугелла – это минеральный комплекс, это вода, органический продукт, который идет у нас в Грузии. Есть такое село Мухури. Оттуда происхождение этой воды чудесной. Дело в том, что на протяжении ряда лет очень многие говорят на слуху этот продукт Лугелла. Как он работает в нашем организме, почему такие быстрые результаты, для чего вообще нужно употреблять этот уникальный продукт. Наш организм – это микромакромир. Жизнь зародилась в водной среде. И наши все жидкие средства – лимфа, слюна, пча, спинномозговая жидкость, кровь, все содержат микромакроэлементы. Недостаток микромакроэлементов приводит к патологическим реакциям, которые в дальнейшем приводят к предзаболеваниям и заболеваниям. На сегодняшний день нехватка микромакроэлементов остро ощущается. Почему? Потому что в организме у нас они не образуются. И мы должны получать микромакроэлементы с пищей. Пища на сегодняшний день красивая, вкусная, но она не соответствует нормативам. И этот природный комплекс логела просто восполняет весь дефицит. Остановлюсь на химическом составе логелы. Исследования воды были исследованы в 1929 году. Далее в 1944 году. Потом в 1919 году Московская лаборатория сделала и Выборгская лаборатория МЧС сделала анализ этой мухурской воды. На протяжении ряда лет состав химической воды не изменился. Что входит в состав лечебного минерального комплекса? Значит, сюда входят анионы. Значит, анионы кальция, натрия, калия, магния, вернее, катионы. И анионы, значит, хлора, брома, фтора, йода, кремниевая кислота и сульфидное образование. Химический состав, он усиливается действием таких редкоземельных металлов, лантаноидов. Из 15, которые на сегодняшний день известны, лантаноиды, редкоземельные металлы, в состав логелы входит 8 из них. Содержание катионов кальция в одном литре миллиграмма. Значит, кальция входит 16,52. Натрия входит 2,815. Калия входит 0,16,00. Магния 0,14. Анионы. Анион хлора 3,3. Брома 0,184. Фтора 0,04. Йода 0,16. Кремниевые кислоты 0,196. И сульфатные ионы, которые усиливают действие этих микро-макроэлементов. Лантана 310,7 микрограмм на литр. Церия 352,7. Празиадим 71,2 микрограмма. Тербия 25,4. Неадима 195. Самария 45 микрограмм на литр. Катальния 28,5 и диспразия 17 миллиграмм. Попадая в наш желудочно-кишечный тракт в тонком кишечнике, она связывается с аминокислотами и на 98% сасываемость обеспечена. Почему? Потому что это органический продукт. Его создание не прикасалась рука человека. Первый звень иммунного ответа, который находится в тонком кишечнике, распознает все, что попадает в кровяное русло, свой-чужой. И лугела воспринимается как свой, так как он органический продукт. В отличие от биологических добавок и синтезированных препаратов, идет неполное усвоение всех минеральных веществ. То есть какая-то часть всасывается, остальное нужно много различных биохимических реакций для того, чтобы преобразовать это вещество и чтобы оно все осталось. Максимум воды усваивается на 30-40%. Остальное выпадает в осадок, либо откладывается типа кальцинатов в аорте, в венечных сосудах, в сосудах, значит, почек и в желчном пузыре и образует кальцинаты. В этом отличие нашего препарата лугелы. Итак, сегодняшняя тема, очень востребованная тема, тема эстетические проблемы кожи. И как микро-макроэлементы лугела, как работает на этих проблемах. Снижение тонуса, тугура кожи, обвисание овала лица. Ну, морщины появляются, бывают они мимические. Второе, это морщины, которые могут возникнуть из-за нехватки микро-макроэлементов. Но все микро-макроэлементы, которые действуют на эти проблемы, можно разделить на три группы. Первая группа – это элементы, которые восстанавливают структуру соединительной ткани. Они являются структурными компонентами. Прежде всего, это кальций. Кальций-2О. Это несвязанная форма кальция. И она всасывается на 98% у нас и начинает работать. Что делает кальций в нашем организме? Она восполняет синтез коллагена и эластена. Она восстанавливает каркас кожный. И обвисание лица как бы уменьшается. Возрастные изменения. Морщины разлаживаются. Далее, большое значение имеет кремний. Кремний – это микроэлемент, который восстанавливает соединительную ткань. И несмотря на то, что если даже есть аутоиммунные заболевания, когда идет гиперфункция коллагена, и при других нарушениях времени он восстанавливает эти биохимические процессы. Далее, вторая группа – это препараты, которые способствуют уменьшению отечности. Прежде всего, я хочу остановиться на микроэлементе калия. Калий – это микроэлемент, который главная роль – это поддержание гомеостаза в клетке. И благодаря именно калию у нас есть такой калиево-натриевый насос, который поддерживает астматическое давление в клеточке. То есть, если не хватает калия, натрий устремляется внутрь клеточки. Один атом натрия способен удержать 400 атомов воды. Отсюда и происходят отеки. И третья группа – это элементы, которые улучшают трофику. Далее, то, что касается еще одной проблемы. Все эти микроэлементы работают слаженно, усиливают действия друг друга. И, естественно, результат на лицо. То есть, подтягивается кожа, улучшается кровообращение, приток крови, усиливается лимфодренаж. То есть, уходят отеки, и овал лица подтягивается, кожа сияет молодостью. Следующая проблема – гипо- и гиперпигментация. Что такое гиперпигментация и что такое гиперпигментация? Гиперпигментация – это когда пониженная выработка мелатонина. Дело в том, что когда снижается мелатонин, у нас появляются на лице, на шее, на теле у людей с нехваткой выработки мелатонина, появляются белые пятна. По-другому это заболевание называется гетелиго в простонародье. А так, это заболевание, оно очень распространено. Особенно, когда в жаркий период обострение идет, и эти пятна увеличиваются в размере под ультрафиолетом. Далее гиперпигментация – это повышенная выработка мелатонина. Обычно предшествует гиперпигментация, это беременность может быть, повышенное нахождение на солнце, то есть ультрафиолет. Очень часто молодые девочки, ну и женщины тоже хотят загад и солярий. И, естественно, происходит образование темных пятен на лице. Вот, чтобы эти проблемы решить, какие микроэлементы нужны для того, чтобы решались эти проблемы. В первую очередь нужно обратить на такие микроэлементы, как медь и марганец. Эти элементы участвуют в синтезе мелатонины и являются они антагонистами. Вот, я подчеркиваю, почему я говорю, что они, медь и марганец, являются антагонистами. Но в отличие от других препаратов, синтезированных или биологически активных давалов, в логилу входит 25 микроэлементов. И они друг друга действия усиливают. То есть обладают синергизмом. Поэтому, когда органический продукт и употребление, то есть вот это понятие антагонизма, как бы ослабляется, усиливается действие вот этих всех микроэлементов. С целью профилактики и лечения гиперпигментации очень часто косметологи делают мезотерапию, обкалывают лицо витаминно-минеральным комплексом. Но эту проблему не решает. Почему? Потому что только местное, локальное применение этих коктейлей, они не приводят к должному результату. Какой-то временный эффект бывает, но причина внутри – нарушение микроэлементного состава организма. Поэтому употребление логилы нужно обязательно принимать вовнутрь, чтобы восстановить все обменные процессы, чтобы восстановить биохимические реакции, чтобы восстановить гормональный фон и восстановить иммунный ответ. Программа, тема целлюлита – очень важная тема. Многие женщины просто переживают за эту проблему. И очень часто целлюлит и локальные отложения жира, подкожные клетчатки – это очень такая тема, которая люди, как бы они… Востребованная тема, которую хотелось бы мне осветить. Что делает препарат Лугела для того, чтобы восстановить микроциркуляцию? Какие микроэлементы необходимы? Здесь три группы микроэлементов. Первая группа – это микроэлементы, которые влияют на жировой и углеводный обмены. Значит, в фотогенезе целлюлита большую роль играет преобладание липогенеза над липолизом. Что такое липогенез? Липогенез – это образование жировых отложений в подкожной клетчатке. Липолиз – это когда расщепление идет в жировой ткани. Очень важное значение имеет кальций. Кальций – он расщепляет жиры и превращает желтый жир в бурый жир, который быстро расщепляется и подается в кровь, выводится в лимфатическую систему. Но по результатам ряда исследований большое значение надо обратить на такой микроэлемент в анаде. При его внутреннем применении, уперост, оно улучшает углеводный обмен, уменьшает концентрацию холестерина и холестерина низкой плотности. Далее микроэлемент действует подобно инсулину и усваивает глюкозу в крови, уменьшает тягу к сладкому. Также такой микроэлемент, как хром, хром липаза даже, она как бы улучшает углеводный обмен и лучше усваиваются вещества из крови в организм. То есть улучшает углеводный обмен. Большое значение нужно дать третьей группе препаратов, которые улучшают трофику тканей. Это препараты кальция, также фосфор, натрий, магний. При дефиците магния возникает дефицит калия, а при этом калий является антагонизмом магния, и натрий усыновляется внутрь клеток, и образуются отеки, задержка воды в организме. Далее, входя в состав многочисленных органических соединений, участвует в метаболизме и синтезе белков, улучшает углеводный обмен. Также соединение фосфора, АТФ, тоже он является переносчиком энергии и улучшает кровоснабжение мышечных и нервных окончаний. Так, фосфор. Хочу остановиться на фосфоре, потому что от именно фосфора зависит двигательная активность. Магний и фосфор, они участвуют в внутриклеточном распаде свободных жирных кислот и используют энергию, то есть появляются энергию. Далее, есть такая проблема АКНЕ. Это угревая сыпь. После, обычно, в период полового созревания у подростков возникает. Возникает она при гормональных нарушениях. И очень важное значение имеет коррекция АКНЕ препаратами, которые влияют на воспалительные реакции. Микроэлементы, которые иммунный ответ. Такие микроэлементы, как медь, цинк, кобальт, хром, селен, магний, литий. Кобальт восстанавливает иммунный ответ. Необходимый для нас, я хотела бы сказать, цинк, который тоже входит в состав лугелы и обладает противовоспалительным действием. Далее, аллопеция или повреждение волосяных стержней волос. Очень часто жалуются женщины и мужчины тоже. Бывает очаговая аллопеция, бывает тотальная аллопеция, бывают антрогенные аллопеции. Различные виды аллопеции. И важное значение имеют препараты, которые восстанавливают волосяную фоллику. Причинами недостатка может быть медь, может быть магний, которые очень хорошо влияют на структуру волос. Те люди, у которых завивается волос, у них большое содержание фосфора и серы. Серы обладают и противовоспалительным действием. Кроме того, сюда еще можно отнести такие препараты, которые улучшают кислорода, содержащие, которые при определенных биохимических реакциях выделяются кислород. И это очень важная составляющая для укрепления стержня волос. Ну и последнее – это то, что стрии. Стрии – это действительно очень такая проблема, которая очень тяжело убирается, особенно после родовые. А сейчас даже у молодых девочек, даже не рожавшихся, появляются эти стрии. Это атрофические рубцы. И, следовательно, для улучшения состояния кожи используют вещества, которые восстанавливают соединительную ткань. К ним относятся две группы микроэлементов. Первое, значит, которое улучшает трофику – это кобальт, это фосфор, это серо. Второе – это являющиеся структурными компонентами соединительных волокон, которые восстанавливают. Это кальций, это медь, это магнием и селен. Ну, что мне хочется сказать, что для восстановления вот этих всех эстетических проблем это не просто нужно принимать этот препарат внутрь, но можно и наружно принимать. Очень широко мы используем пилинги из водного раствора лугелы. Вовнутрь по столовой ложке три раза в день – это обязательный прием внутрь. И наружно, значит, в распылитель наливаем лугелу, очищаем предварительное лицо, орошаем лицо лугелы, высыхает, и так три раза. Значит, появляется такая легкая стяна, то есть по мазкам мы сбиваем нейтральное мыло, значит, и его наносим толстым слоем на кожу лица. Далее мы слушаем его, и слушаем, и вот так мы снимаем мертвые клетки. Кроме этого, пилинг обладает осветляющим эффектом, убирает предметные пятна, убирается купероз. Это очень важная проблема с куперозом, то, что мелкие капилляры на лице – очень такая эстетическая такая проблема, и многие женщины комплексуют. Вот я вам сейчас продиктовала все те препараты, вернее, все микро-макроэлементы, которые входят в состав лугелы, и те микроэлементы, которые решают проблемы, проблемы в нашем организме. Значит, возрастные изменения. Лугела восстанавливает структуру соединительных тканных волокон, обладает антиоксидантной защитой, нормализует трофические процессы. Далее, нарушение пигментного образования, восстанавливает синтез пигмента, обладает антиоксидантной защитой. Целлюлит – локальные жировые отложения, нормализует обмен веществ, уменьшает отечность, нормализует кровообращение. Проблема волосистой части головы, нормализует трофические процессы, восстанавливает оксиденизацию ткани и обладает антиоксидантной защитой. Акне, значит, противовоспалительным действием обладает, антиоксидантной защитой, иммуномодулирующим действием обладает, нормализует продукцию кожного сала. И стрия – восстанавливает структуру соединительных тканей и нормализует трофические процессы. Итак, нормализация трофических процессов. Какие микроэлементы нужны? Кальций, магний, калий, хлор, кобальт, фосфор, сера. Восстановление оксиденизации тканей. Кальций, кобальт, магний, натрий, хлор, германий. Антиоксидантная защита. Кальций, магний, кобальт, селен, цинк, медь. Восстановление структуры соединительных волокон. Это кальций, медь, магний, стилен. Противовоспалительное. Серебро. Германия. Медь, сера, цинк. Анормонизация обменных веществ. Хром, фосфор, ванадий, калий. Иммуномодулирующие действия. Кальций, хлор, германий, серебро, медь. И восстановление синтеза пигмента. Это медь, фосфор, сера и марганец. Вот все микроэлементы, которые принимают участие для восстановления всех или иных эстетических проблем. И что хочется в заключение сказать, что лугела – это действительно живая вода, которая восстанавливает обменные процессы в организме, биохимические процессы, гормональный фон и даже устраняет поломки на уровне ДНК и РНК. Поэтому, дорогие женщины, у нас на самом деле все процедуры, которые на сегодняшний день косметологи делают – это мезотерапия, это диспорт, это препараты, которые полят в лицо. Но это все временный эффект носят. Причина у нас – нарушение обменных веществ и недостатки микро-макроэлементов. На сегодняшний день у нас есть такой уникальный продукт лугела, который решает все проблемы в нашем организме. Очень часто задают вопросы, а при этом заболевание, при том, при другом. Я опять подчеркиваю, лугела – восстанавливать все наши обменные процессы. То, что невозможно сделать фармпрепаратами, употребляя и употребляя биологические, даже активные добавки, хотя туда входят натуральные компоненты, но усвояемость, биодоступность такого уникального продукта, как лугела, на одну чашу весов невозможно ни один препарат поставить. Поэтому, дорогие женщины, будьте красивые, здоровые и счастливые. Спасибо за внимание. Можете задавать вопросы. Спасибо за внимание.